Новое видео выходит каждый день в 20.00 Вы знаете, данным видеороликом я бы хотел запатентовать этакий синдром. То есть, в самом деле, и называться он будет Синдром Бароны Гейм Короноса, то есть, сокращенно, Синдром БГК. И давайте начнем, так сказать, немножечко издалека, а потом я вам расскажу вообще, что это за синдром, как он проявляется, и вообще, что это такое? Вы знаете, творчество и вообще какое-то креаторство, когда ты что-то делаешь, это как бы открытый клуб. То есть, туда может войти любой человек, оттуда может выйти любой человек. Ну, то есть, я не знаю, как оттуда можно выйти, но войти туда так или иначе может любой человек. Если ты умеешь писать, рисовать, читать, все что угодно, то ты можешь, в принципе, причислять себя к лыку таких творческих людей и что-то вот наподобие того делать. И, понимаете, дело в том, что когда ты в каком-то творчестве находишься, когда ты что-то создаешь, что-то делаешь, то тебе никто не может сказать, идешь ты по правильному пути или нет. И вот только ты сам можешь себя корректировать, думать, ага, а вот это я делаю правильно или нет, или вот это вот я делаю правильно или нет. И вот наглядным примером того, что человек не понимает, делает он это правильно или нет, но ему-то кажется, что он делает правильно, так или иначе, это вот барон Гейм Коронос. Именно поэтому данный синдром называется синдром БГК, синдром барона Гейм Короноса. Когда ты вот не знаешь, делаешь ты что-то правильно, или делаешь ты это так или иначе неправильно. То есть у всех остальных людей на ютубе, ну плюс-минус, у них хотя бы есть осознание того, что они делают. И делают ли они это правильно, когда для Барона любой его видеоролик это по сути произведение этакого искусства, то есть то, что он сделал, это ебать нихуя себе, как ты это смог вообще такое сотворить, такое вот смог ты сделать. И поэтому, в принципе, и существует такое понятие, ну в целом, то есть я думаю, что оно войдет в общий обиход и в будущем, через лет 100, возможно 200, многие будут вот именно так и называть, то есть в честь Барона назван целый синдром, то есть это знаете, это как синдром Дауна, синдром Патау, там вот только синдром БГК, Барона Гейм Короноса, то есть в самом деле, вот когда ты, и самое страшное в своем творчестве, наверное, когда ты что-то делаешь, это вот как раз таки синдром БГК, когда вроде бы тебе кажется, что ты делаешь что-то вот правильно, а вот на самом деле ты делаешь, что это абсолютно неправильно, то есть все это вокруг видят, все это тебе говорят, но нет, нет, ты продолжаешь делать то, что делаешь и вроде как, вроде как ты думаешь, что у тебя что-то даже получается, что вроде как тебя кто-то даже смотрит, вроде как ты даже популярный и вроде как ты чего-то вот даже добился. И вот это вот как раз таки в самом деле это синдром БГК, то есть синдром Барона Гейм Коронос. Вот и именно так вот оно и называется, именно так оно именуется, именно так оно определяется. И вот в самом деле вы меня можете спросить, а как вообще выйти-то из синдрома БГК? А я вам могу сказать, что из него в принципе нельзя выйти вообще никак. Так, то есть в самом деле это можно сделать только так, если ты очень много себе набьешь шишек, пересмотришь свои видеоролики, постоянно будешь в чем-то до совершенствоваться, постоянно будешь в чем-то до преуспевать. Вот, выпустишь тысячу роликов и каждый видеоролик у тебя будет это совершенствование самого себя для того, чтобы ты мог каждый ролик, вот каждый новый видеоролик, это ты перепрыгиваешь сам себя просто через голову. То есть это была уже, казалось бы, голова твоя, но ты перепрыгиваешь еще дальше. Когда казалось бы, что выше головы уже не прыгнешь, ты пытаешься постоянно перепрыгнуть, ты постоянно ищешь новые планки в монтаже, ищешь новые планки в приеме роликов, ищешь новые планки в озвучке, там, в съемке видеоролика, в монтаже видеоролика, в постпродакшене, там, я не знаю, в моушн графике, во всем в чем угодно. ты вот ищешь новый горизонт, и только таким образом ты устраняешь в себе синдром Барона Гейм Короноса. И в самом деле, в самом деле, это хорошо, если тебе еще говорят, что ты что-то делаешь не так, но ты так или иначе упертый, ты так или иначе упертый, и ты думаешь, что ты все делаешь правильно. А когда тебе не говорят, ты же даже представить не можешь, что вот ты делаешь что-то не так, ведь для Барона, как ему, наверное, кажется, он же делает все классно, ведь он думает, что летсплей в САМПе в 2019 году с вебкой, с таким, знаете, плюс-минус, конечно, не особо плохим хромакем, который у него был до этого, но так или иначе. Так или иначе, то есть ему-то кажется, что он все делает более-менее нормально, но на самом деле-то оно, ну, абсолютно же не так. Ну, многие же это замечают, и вот всем, вот, казалось бы, даже у Андрея Кевского выходят видеоролики по типу Барона жалко, ведь Барона жалко, Барона жалко. А я вам могу сказать, не жалко Барона. Когда у человека синдром Барона Гейм Короноса, то человека абсолютно не жалко. Ну, что же с ним поделать-то, а? Ну, ему уже все говорят, Барон, блядь, Барон, ну, летсплей, летсплей, они вообще не канают. Попробуй что-нибудь новое, попробуй что-нибудь, блядь, иное, попробуй хоть как-то более-менее научиться говорить хотя бы, Барон. Ну, более-менее, ну, плюс-минус, побыстрее как-то, более с интонациями, более, там, я не знаю, играй со словами, блядь, там, так далее, там, подобное. Более старайся повествовать в своем ролике о чем-либо, а не просто записывая видеоролики. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня у нас новый летсплей на резонаролеплей, там какой, Брейнбург, вот, мы сегодня что-то делаем, или там сам ПрП. Не надо такого, абсолютно точно не надо. Ты постоянно должен, сука, в своей озвучке, в монтаже видеороликов, во всем совершенствоваться. Конечно же, не перегибать, блядь, задел, вот, сука, перегнул, задел поп-фильтр. Конечно же, не перегибать, но так или иначе, чтобы было, сука, более-менее нормально. Чтобы было прям, ну, классно смотреть, чтобы ты вот прям смотрел, и у тебя душа радовалась. Господи, как же я такое сделал? Вот у меня такое впечатление, вот, то есть, у меня такое состояние, когда я смотрю сам по обзору на Максимку Кудрявцеву. Если еще не видели, то настоятельно, настоятельнейшим образом рекомендую посмотреть охуительный обзор. Прям вот самый, наверное, лучший из тех, что я так или иначе делал. Хотя, наверное, самый лучший это обзор на Данила Геррера. Ну, в общем, ладно. В общем, я думаю, что это, ну, так или иначе, не особо важно. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Там, ставьте лайки, подписывайтесь от канала, подписывайтесь на Барона Гейм Короноса, и у него сейчас там по статистике все очень классно, статистика красная, от него все отписываются, там еще что-то делают, вот. Да и в целом, я думаю, что многое-многое-многое-многое-многое другое. И вот сегодня данным видеороликом, я не знаю, какого числа он выйдет, но вот именно сегодня вот числа, которого он вышел, я запатентовываю синдром БГК, синдром Барона Гейм Короноса. Вот, поэтому, если вы видите человека, который там, я не знаю, вот, то есть делает какую-то хуйню и не старается никак совершенства, стоит на одном уровне, а говорит, что у него синдром БГК. Возможно, у меня синдром БГК, хотя, ну, я не знаю, не знаю. Вот напишите в комментариях мне, синдром БГК или еще не синдром БГК. Возможно, что у самого создателя этого синдрома, у самого синдром БГК, потому что как бы он иначе вот установил данный синдром. Не знаю, не знаю. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока.